Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот наконец-то я высадила все свои петунии по ящикам, горшкам, ведрам, кастрюлям. И сейчас хочу для сравнения показать вам, как выглядят нынешние, которые посеяны в этом году, и как выглядят прошлогодние петунии. Вот это петуния прошлогодняя, ну черенки с прошлогоднего маточного куста. Вот это тоже у нас черенки. Вот это вот посеянная нынче с гранулы. Я все старые ведра, все вот такие, как ненужные кастрюли, использую для выращивания петунии. В такой посуде будет легче осенью занести ее для зимнего хранения в подвал. А вот хочу показать вам. Вот это маточный куст прошлогодней петунии. Он всю зиму простоял в подвале. Я его постригла, черенки с него взяла, и он снова разросся, и вот так вот буйно цветет. Прошлогодний куст вот этот вот. И прошлогодний куст у меня вот этот вот. Он выглядит немного некрасиво, потому что я не убираю отсветшие бутоны. Я буду собирать с него семена. Вообще у него очень буйное цветение. Несмотря на то, что он живет уже второй год, я его ни разу не подкармливала с тех пор, как в прошлом году посадила. Так что это все мифы, что петуния без подкормки не живет. Вот просто я сразу делаю жирный грунт, много перегноя. И вот смотрите, она в прошлом году вот так же буйно цветла. В этом году цветет. И, конечно, я ее на будущий год уже не буду хранить. На будущий год у меня другие уже посажены маточные растения. Вот все растения, которые сидят в отдельных индивидуальных ведрах, вот в таких баклушках, это будут маточные растения на будущий год. С них я возьму черенки и поставлю их самих уже обстриженные на хранение в подвал. Осенью я, конечно, все это покажу, как я делаю. Но вот сегодня этот короткий видеоролик именно для того, чтобы показать, что петуния это многолетнее растение. И на второй год оно цветет ничем не хуже, чем первый. Вот двухлетние. Вот с этого буду собирать семена и оставлю. Конечно, на третий год я уже не оставляю, потому что у меня есть молодежь. Я занесу в этом году много в подвал. Вот те, которые в больших ящиках, вот эти вот буйно цветущие, их я оставлю здесь на зиму. Они, конечно, погибнут. Вот в больших ящиках. А которые в ведрах, во всяких кастрюльках все занесу на зиму на хранение, на черенки. Чтобы на будущий год у меня было вот столько же много черенков. Вот это все черенкованные. Смотрите, пена, пена такая прям буйное цветение. Это прошлогодние черенки. В этом году я не сеяла почти нисколько. Посеяла только в гранулах для разведения сорта. Вот такие вот огромные. И посеяла вот такие вот для выращивания на улице. И вот эти вот. Их я за ограду высадила, я потом покажу. Они там цветут хорошо, уже можно собирать семена. Так что петуния это многолетнее растение. И ее можно не сеять ежегодно, а просто заносить на зиму. У кого есть условия для хранения в подвал. И она прекрасно полгода там живет и потом снова расцветает. До свидания. Все мои видео и статьи про петунию и про другие цветы есть у меня на странице в Одноклассниках. Добавляйтесь в друзья и будете получать рассылкой все мои материалы. В Одноклассниках набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. До свидания.